Ух, сколько же шума наделало это волшебное издание на лейбле «Антроп». Появилось оно совсем недавно, и весь тираж уже распродан. «Антроп» издание неслабо заинтересовало фанатов группы, а разногласия с лейблом «Машины Рекордс» интерес разожгло еще больше. Но не вижу смысла дискутировать на юридические моменты. Вообще сейчас, наверное, кто-то может сказать «Ай-яй-яй, Валерий Пиратов пиаришь». На самом деле спорный момент. Мы люди простые. Увидели релиз кино, хотим его послушать. Но как он по звуку? Я вас приветствую, друзья. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. А чтобы обзор был еще интереснее, мы «Антропу» возьмем еще два издания на лейбле «Мороз Рекордс». Так вот, по поводу неофициального происхождения альбома, меня этот вопрос, честно говоря, меньше всего интересует. Вот интереснее было оценить, во-первых, аналоговое происхождение исходника, о котором так много говорят, и качество винила, отпечатанного в Германии. Не слухавил ли банально издатель? Давайте же рассмотрим это издание поближе. Итак, картонный конверт содержит в себе две пластинки, две версии альбома, оригинальную и первоначальную. Отличия в оформлении конвертов, также. Тут разные записи и трек-листы. Также в комплекте идет буклет. Качество винила на высоте. Масса превосходная, тихая, никаких щелчков и дефектов. Читаемость также на высоте. Падение качества ближе к яблоку не обнаружено. Винил ровный, центр не смещен. В общем-то, качество самого винила существенно превосходит качество записи на нем. Скажу сразу, друзья-фанаты, не обижайтесь, но к раннему творчеству группы Кино я отношусь очень спокойно. И все три сегодняшние издания не мои, и покупать я их, скорее всего, не буду. Но с удовольствием с ними ознакомился, учитывая ваш интерес. Поэтому творческую составляющую затрагивать мы не будем, а остановимся именно на качестве винила. Что же у нас по звуку на этом издании? Ленту слышно, шум легкий есть, давить его не стали, но это может быть и хорошо. Амплитуда частотная характеристика, без изысков, без акцентов, звук соответствует времени записи и вложенному в запись бюджету. Скромно, но тем не менее ничего не раздражает. Не уверен, был ли произведен ремастеринг, похоже, оставили фонограмму как есть. Но в целом звук нормальный, особенно если сравнить его с морозами. Также Антроп утверждает, что именно это издание записано с правильной скоростью, что, мол, Мороз Рекордс ускорили запись. Ну, если посмотреть хронометраж, да, такое тоже наблюдается. Альбом 45 был выпущен Антропом тиражом в 500 копий. В продаже его еще можно встретить, правда, по цене от 4,5 тысяч рублей, в то время как при выходе цена была на тысячу рублей меньше. И цена в настоящий момент доходит до 100 долларов за черный экземпляр. Моя итоговая оценка 9 из 10 баллов. Неплохое оформление, комплектация и звук. Не скажу, что первоначальная версия альбома имеет огромную ценность, это, на мой взгляд, скорее, ну, такой приятный бонус. Да и в целом, вложив 3,5 тысячи рублей, еще и с буклетиком, нет чувства, что тебя где-то... Ну, вы меня поняли. Как же дела у нас обстоят с изданиями на морозе? Одно из изданий также отпечатано в Германии, а второе на ультрапродакшн в Москве. По оформлению они одинаковые. Отличия минимальные. Вот другое дело то, что немецкое издание у нас 13-трековое, а в российском добавили трек «Я асфальт». Давайте начнем с более раннего немца 2012 года. Звучит очень звонко, особенно голос. На любителя, на самом деле, судя по всему, взяли мастеринг CD и цифру, в общем-то, особо менять не стали. Из положительных моментов исходник вылезали. Шума не слышно на фоне антропа, динамика в норме, дефектов я также не обнаружил, качество самого винила превосходное. Но, как по мне, слишком уж звонко выпустили винил. Но, с другой стороны, кому-то это, наоборот, понравится. Некоторые треки звучат на фоне антропа интересней, некоторые наоборот. Поэтому моя оценка в итоге такая же. 9 из 10 баллов. И вот, казалось бы, какой смысл еще докидывать в обзор издания на ультре? Ведь это тот же самый Maros Records, просто выпущен на несколько лет позже. Звук, скорее всего, будет тот же, ведь мастеринг и исходник одинаковые. Вот уж, друзья, не ожидал я услышать такую огромную разницу в звуке. Исходники были взяты другие, судя по всему. И вот возникает два вопроса. Почему и какие именно? Есть подозрения, что ультрапродакшн печатали винил с аналога. Поскольку местами слышно эффект пленки, выпады, неравномерность воспроизведения и применение шума дава. Прибавили заметно баса, ушла резкость в голосе, но и детальность тоже. Пожалуй, это самое спорное по звуку издание, но некоторые треки именно на нем, опять же, звучат комфортнее за счет баса. По дефектам масса отличного качества и пластинка также в антистатическом конвертике и качестве полиграфии тоже не уступает немцу. Дефектов не обнаружено. Моя итоговая оценка 7 из 10. Все бы хорошо, но послушайте сэмплы. Действительно спорное по звуку издание. Очень хочется знать, с чего его писали. Кстати, что радует, так это цены на морозовские издания, которые начинаются от 2000 рублей. Что ж, друзья, ждем издания от лейбла Машины Рекордс. От себя скажу, что по звуку вот однозначно мне не понравилось ни одно из трех изданий. Но тем не менее оценивал я их и ставил оценки, исходя из их сравнения между собой. Надеюсь, Машина выпустит альбом как минимум не хуже нынешних изданий, а хотелось бы, конечно, лучше. Ну и как выйдет их релиз, думаю, есть смысл сделать еще один обзор. Также интересно, как будут обстоять дела с Антропом. Ведь если выйдут еще альбомы, то ажиотажа не избежать. Насколько я помню, ночи начальник Камчатки писали с Антропом. В общем, ждем и надеемся. Ну а пока что будем слушать свежее издание черного альбома «Кино» за авторством Машины Рекордс. Обзор которого тоже будет обязательно, но не раньше середины мая, по причине выходных. Спасибо Олегу Курганову за два морозовских издания из своей коллекции. Кто не в курсе, Олег хозяин магазина на Большой Почтовой и администратор группы «Венеломан» в Фейсбуке. За Антроп издание спасибо другу Алексею. С наступающими всех праздниками и хорошего отдыха. Не забудьте ознакомиться с сэмплами и поделиться мнением в комментариях. Что ж, друзья, у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И самое главное, будьте здоровы! Счастливо!